МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная улица Москвы испокон века носила название Тверская. Здесь в свое время селились выходцы из Тверского княжества. Правда, в советские годы ее переименовали в улицу Горького. Говорят, сам писатель сильно возражал, но с его мнением считаться не стали. В начале 90-х годов прошлого века историческая справедливость была восстановлена, и на главной улице Москвы мы вновь видим таблички с историческим названием, которая появилась еще в незапамятные времена. От Белорусского вокзала до Триумфальной площади она называется Тверская-Ямская, а от Триумфальной до Кремля – Тверской. Помните, как в песне «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской Едет миленький сам на Троечке». Отсюда начиналась дорога на Тверь, Новгород, а позднее и на новую столицу – Санкт-Петербург. По этой улице в Москву приезжали иностранные послы, торговые гости. По Тверской улице в Первопрестольную въезжали русские цари, которых короновали в Кремле в Успенском соборе. Здесь стоял дом московского генерал-губернатора и выселились дворцы столичной знати. Это был парадный въезд в Москву. Впрочем, несмотря на это, Тверская улица была в ту пору плохо вымощена, а рядом с дворцами соседствовали жалкие лачуги. К тому же, как и большинство московских улиц, Тверская в ту пору не отличалась примизной. А один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней. А другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности, смотря по его наружности. Такой увидел эту улицу Белинский. Совершенно новый вид приобрела Тверская улица в конце 30-х годов прошлого века, во время коренной реконструкции Москвы. Кадры кинохроники, которым уже более 80 лет, позволяют увидеть, как рушились целые кварталы в центре города. И вот по генеральному плану реконструкции Москвы, утвержденному 20 лет назад, начал меняться облик улицы Горького. Старые дома исчезали, как дым, как мираж. На их месте вырастали новые. Такая теперь Пушкинская площадь. Улица Горького стала широкой просторной магистралью, и другой нам ее даже трудно себе представить. Если попристальнее вглядеться в прошлое главной улицы Москвы, мы увидим, что связи ее с Тверским краем куда более глубокие и многогранные, чем кажется с первого взгляда. Давайте совершим путешествие по этой улице и посмотрим на нее с такой вот, сугубо тверской точки зрения.